Давайте познакомимся теперь с RoboHelp9 HTML рабочую область, что многие люди нравятся называть пользовательский интерфейс. Чтобы сделать это, мы в первую очередь необходимо, чтобы запустить программу. Так что если вы этого не сделали, спуститься в кнопку пуск, выберите там, и выберите все программы. Оттуда вы найдете папку под названием Adobe RoboHelp9, и при нажатии, что вы увидите HTML программу RoboHelp9. Дайте, что клик для запуска программы. Теперь, самое первое, что вы будете видеть то, что называется стартер, внимание на вкладку автора в верхнем левом углу, и это отсюда, где вы можно выбрать свежие проекты, которые вы работали на, чтобы вернуться к ним быстро или открыто и старые, нажав открыть. Вы можете создавать новые проекты, различные типы проектов, от создания новых колонка, и вы даже можете импортировать из раздела импорта, и здесь вы можете увидеть пару умолчанию, текстовые документы и Microsoft HTML Help проекты, но вы можете выбрать более, а также. Там также ряд доступных вам ресурсов здесь для работы с RoboHelp, и они легко выбрать стартер, который вы можете оставить открытым, кстати. Но на самом деле, чтобы получить хороший взгляд на рабочее пространство по умолчанию, мы должны либо открыть до проекта или начать новую, поэтому давайте создадим новый пустой проект. Нажав пустой проект, вы запускаете мастера создания проекта, и вы предложены ввести название проекта. Это верно на самом верху, и вы можете типа найти этот текст. Таким образом, для простоты, давайте просто введите мой первый проект. Он также заполняет в имени файла для проекта точно так же, и вы можете изменить место, где вы собираетесь спасти, нажав Брауз-кнопкой и выбрав папку, где вы хотите, чтобы ваш первый проект, чтобы пойти. Он делает создать папку в этом месте под названием, в данном случае, мой первый проект. Нажмите кнопку «Готово», и она начнет свой первый в истории новый пустой проект. Так отсюда, вы можете увидеть у нас достаточно напряженный вид рабочего пространства. Итак, давайте начнем прямо на вершине заголовка, где вы видите rollbook.html и имя вашего проекта, и вы также увидите имя первая тема, в данном случае, потому что он создан с чистого шаблона, это называется первая тема. В стороне правой в строке заголовка, вы должны ваш свернуть, восстановить, и закрыть для закрытия программы. Далее идет строка меню и, как и большинство программных приложений, вы увидите заголовки меню, что вы можете нажать для отображения связанных команд. В этом случае, нажав отображает файл файл связанных команд. Некоторые из них содержат под меню обозначены небольшой черными стрелками, так что вы должны дополнительные выборы через тех. Щелкните в любом месте за пределами меню, чтобы закрыть его. И прочь к правой части строки меню нашей селектора Workspace. Теперь, если мы нажмите это сейчас, будучи наш самый первый проект, вы заметите слово молчание с галочкой, и мы смотрим на рабочие области по умолчанию. Но вы можете манипулировать рабочее пространство в соответствии с собственными потребностями. Это требует сохранения и загрузка, и это то, что мы собираемся говорить о немного позже в этой главе. Так сейчас мы просто щелкните за пределами этой селектер Workspace. Затем у нас есть ряд панелей инструментов, которые видны по умолчанию, и вы увидите, что панели инструментов есть ряд кнопок, и они являются своего рода сгруппированы и связанных с ними. Так что вам придется панели проекта с командой проекта как сохранение печать и проверка орфографии, например, точка, все эти ярлыки для команд, которые вы нашли бы в меню. Тогда, похоже, у нас есть один для работы с версиями, или контроль версий. У нас есть ряд команд форматирования и сгруппированы вместе на форматирование панели инструментов, и есть также панели инструментов объект для вставки различных видов объектов. Теперь ваши панели инструментов можно перемещать, поэтому ваш не может выглядеть так же, как моя. Вы можете пойти в левую сторону, когда вы видите четырехстороннюю стрелку, нажмите и перетащите их вокруг. Так что если вы хотели изменить порядок, например, вы можете нажать и перетащить их в том месте, где вы хотите их. Так что не стесняйтесь, чтобы манипулировать те, в соответствии со своими потребностями. Также на правой стороне каждой панели инструментов вы увидите эти маленькие салэктер-кнопки, где вы можете получить доступ к параметру панели инструментов, где вы можете настроить каждую панель, добавляя и удаляя кнопки. Теперь внизу панели инструментов мы попадаем в этом оживленном районе, где вы видите ряд стекол. Они на самом деле называются стручки. И стручки, такие как менеджер проекта здесь, и вы можете видеть единый источник макеты вниз-ниже, тема список, и так далее, все они разработаны, чтобы помочь вам создать проект, что вы работаете на и создать необходимые выходы. Мы собираемся провести весь урок по работе стручков, что идет вверх. Но только так вы знаете, эти стручки состыкованы по умолчанию, но вы также можете нажать и перетащить из левой стороны строки заголовка для каждой из этих стручков, если вы хотите открепить их и они плавали вокруг, и это изменяет внешний вид вашего рабочего и пространства, очевидно. Далее, у нас есть эта небольшая область здесь, которую мы называем наш панели документа, и вы видите, первая тема, как вкладки. Существует наш стартер, кстати, и мы можем вернуться к стартеру, вернуться к нашему первому вопросу, быстро нажав них. Внутри панели документа у нас есть дизайн-эдитер, где вы на самом деле работаете на содержании в вашей теме или проекту. Там вы несколько различных способов просмотра этого содержимого. Дизайн-вид по умолчанию. Так что, если мы просто двигаться в этом из пути, вы можете видеть, что вы смотрите на это действительно, как вы видите его и так, как вы его отформатировать. Но когда вы приступите к созданию проекта в интернете, скажем, это может быть интересно взглянуть на HTML-исходный код, который создает этот контент, так что вы можете изменить взгляды, нажав HTML и возвращаясь к дизайн. Теперь, каждый из стручков, что мы смотрим на, а также, обратите внимание, что у них есть вкладки в нижней, так что вы можете быстро переключаться между различными стручков. И есть одна вещь, на стороне далеко правой, что вы, возможно, заметили, называется диспетчер ресурсов. И при наведении курсора, что или щелкните по нему, он на самом деле расширяет его в вашу экран. И, как вы начнете создавать проекты добавления ресурсов, вы будете в состоянии управлять их здесь на правой стороне. Просто вернитесь в документ и нажмите в любом месте и вы заметите его автошкуры, вот вариант по умолчанию. Теперь, когда вы начинаете двигаться стручки вокруг изменения внешнего вида вашего рабочей области, что это могло стать немного дезорганизованным. И один хороший способ, чтобы получить обратно по умолчанию, это пойти в этом салэктерверкспейс, дать ему кликните, выберите по умолчанию, и он будет установить все обратно, как это было, когда мой первый пришел, чтобы rollbook help 9.html. Так вот краткий обзор ваше умолчание рабочее пространство, или пользовательского интерфейса. Теперь вы должны чувствовать себя более комфортно с rollbook help 9 работать средой. Продолжение следует...